Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем беседовать по тексту из Евангелия от Матфея, 2 глава, 6 стих. И вопрос мы обозначим такой. Почему Матфей, 2 глава, 6 стих, неправильно цитирует пророка Михея, 5 глава, 2 стих книги Михея? Вот этот вопрос. Теперь мы посмотрим, как этот текст воспроизводит Матфей, а потом посмотрим, как этот же текст воспроизводит пророк Михей. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». И теперь мы посмотрим, как этот текст звучит, собственно говоря, у пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ифрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Я бы не сказал, что здесь текст воспроизводится неправильно. я бы сказал, что здесь из этого текста выделяются самые основные моменты. То есть текст воспроизводится в главных деталях. А теперь обратим внимание на то, что это не собственные слова Матфея. Давайте вспомним контекст. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. А далее идет вот эта версия. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Таким образом воспроизводят этот текст из Михея вот эти книжники и фарисеи и первосвященники. А Матфей озвучивает этот текст так, как он был произнесен. Но при этом хочется сказать, что апостолы не держались за букву текста. Для них всегда важно было выразить дух того или иного текста из Священного Писания. Так, например, во 2-м послании Коринфянам, 3-я глава, 6-й стих, апостол Павел свидетельствует, что Христос дал им способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. То есть для них очень важно было держаться духа текста, а не формы, не буквы, на чём настаивали древние иудеи. И если мы посмотрим, как в самом Священном Писании книг Ветхого Завета воспроизводятся и описываются одни и те же события, то мы увидим, что редакция правомощна любого текста. Например, есть две группы текстов, одна группа более древняя. Это 3-я царств 7-40, 2-я царств 24-10, 2-я царств 23-17, 2-я царств 7-27, 3-я царств 12-15, где воспроизводятся слова, которые описывают ту или иную ситуацию или присутствует чья-то речь. И вот эта группа более древних цитат воспроизводит имя Божие в формате четырёхбуквенного имени, которое позже было запрещено к употреблению среди еврейского народа. Потому что другая группа цитат, которые воспроизводят те же события, что и первая группа, они уже не дают имя Яхве, которое запрещено, а дают имя Божье Элагим, то, что соответствует в славяно-русской Библии слову «Бог». Таким образом, слово «Господь» заменяется словом «Бог». А в иудаизме вот с тех времён имя «Господь» как четырёхбуквенное имя Яхве, оно не произносится. И само Священное Писание как бы делает этот разворот от одной формы божественного имени к другому. Значит, третьей книге «Царей», 7.40, соответствует редакции «Вторая Паралипоменон», 4.11. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Третье «Царство», 7.40, и потом «Вторая Паралипоменон». «И сделал хирам умывальницы и лопатки, и чаши, и кончил хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня». Вот здесь четырёхбуквенное имя Яхве. А другая редакция этого же события – это «Вторая Паралипоменон», 4.11. «И сделал хирам тазы и лопатки, и чаши, и кончил хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем». Здесь четырёхбуквенное имя Яхве, Господь, заменяется именем Элагим, славяно-русской традицией – Бог. И такие параллели существуют между «Вторая книга Царств 24.10» и «Первая Паралипоменон 21.8», «Вторая Царств 23.17», «Первая Паралипоменон 11.19», «Вторая Царств 7.27», «Первая Паралипоменон 17.25». «Третья Царств 12.15», «Вторая Паралипоменон 10.15». И надо сказать, что когда мы знакомимся с наиболее древними способами воспроизведения библейских цитат, мы видим, как свободно они подаются, и как иногда цитата строится из двух цитат, даже из трёх. Это мы видим в мишнянских, древнееврейских текстах Мишны. Но перефразировать не значит искажать. Поэтому даже вот эти книжники-фарисеи по Евангелию от Матфея, вторая глава, они использовали метод, который был широко распространён. Они перефразировали цитату, а не искажали её, тем более не нарушали её смысла. И они правильно сказали, что он должен родиться в Вифлееме Иудейском. Ибо так и написано в честь пророков. Итак, мы убедились, что Матфей не допускает никакой ошибки. И даже те же книжники-фарисеи, которые так воспроизвели слова из пророка Михея, они тоже не допускают какой-то серьёзной ошибки. Берегите себя, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok